Самарские новости спорта Вам нравится Самара? Да! Поэтому, думаю, в следующем году как минимум два раза будет участников не тысячи, а уже две тысячи. Начинали открытый чемпионат Самары по пляжным видам спорта волейболисты и теннисисты. Завершали спортивный праздник турниры по футболу и рэбби. Зрители не просто могли любоваться баталиями, но и поучаствовать в мастер-классах. Когда ты смотришь, как люди занимаются спортом, у собой возникает желание заняться им. Соревнования проходили по правилам национальной пляжной лиги. Любители могли играть с профессионалами в одной команде, что делает игры особенно зрелищными и эмоциональными. Наши возможности, наши красивые пляжи, берег реки Волги позволяют проводить такие массовые соревнования. Они с каждым годом будут больше и больше. Тем более мы находимся уже чуть меньше года нас отделяет от проведения чемпионата мира по футболу в нашем городе. Самара готовится, активно готовится. И я думаю, мы проведем его достойно. В перерывах между матчами и турнирами специально для болельщиков проходили конкурсы. Каждый получил свой приз. В четвертом туре первенства ФНЛ самарские крылья советов играли вторую домашнюю игру подряд. На этот раз в гости к Волжанам приехала Томь, которая вместе с самарцами в прошлом сезоне выступала в РФПЛ. Крылья, как и в матче с Авангардом, с первых минут начали оказывать давление на ворота гостей. Только быстрый гол забить не удалось. На высоте был молодой голкипер Томичей Александр Мелехов. Я считаю, что ребята справились с задачей. И, конечно, молодец наш воротарь, мальчик молодой совсем, отстоял сегодня на пятерку. Счет был открыт на 29-й минуте. После подачи со штрафного мяч в сетку ворот крыльев головой отправил Анте Пульич. 0-1. Таким образом, рекордная для ФНЛ сухая серия голкипера самарцев Евгения Конюхова оборвалась на отметке в 1448 минут. И хотя крылья имели в дальнейшем много возможностей забить, счет 0-1 на табло сохранился до конца матча. Главный тренер Андрей Тихонов признался, командой сильно недоволен. Многие на поле присутствуют, а не играют. Потому что некоторым футболистам у нас надо немножечко опуститься на землю и уже начать в футбол играть, а не ходить пешком по полю. В первом тайме даже при ужасной игре, хорошей я ее не могу назвать, вообще близко даже, в первом тайме мы имели хороших несколько моментов. Поражение отбросило команду на восьмое место, но от первого крылья отделяет всего-то одна победа. Лидерство в лиге пока удерживают Калининградская Балтика и Астраханский Волгарь. Следующий матч самарцы проведут в воскресенье 30 июля. Клубу предстоит нелегкий выезд в Подмосковье к местным химкам. Начало встречи в 17 часов по самарскому времени. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!